Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами многодетных родителей. Среди них пять семей из Чувашии, из которых одна удостоена Ордена Родительской Славы, остальные медали Ордена. Всего же в Чувашии более 10 тысяч многодетных семей. Как живется родителям с тремя и более детьми, что им необходимо и чем может помочь государство, глава Чувашии предпочел узнать из первых уст. Трудно не столько родить много детей, сколько их вырастить. Такие вещи не принято обсуждать, но зачастую из-за детской благополучия родители расплачиваются собственным здоровьем. Это и бессонные ночи, и переживания, когда ребенок болеет, и волнение, когда поздно приходит домой, не говоря уже о том, что на уборку, стирку и приготовление пищи уходят в несколько раз больше времени и сил. Неудивительно, что в последнее время большая часть семей не решается заводить второго и третьего ребенка, а некоторые вообще отказываются от деторождения. Тем ценнее для общества пример тех, кто не побоялся никаких трудностей. Эти люди просто любят своих детей и хотят, чтобы они выросли достойными людьми. Если говорить народным языком, всегда люди думали, чтобы стыдно не было со своих детей перед своими соседями, родителями. И вообще краснеть чувашский народ не привык. С этой точки зрения я благодарен всем тем, кто отозвался на наше приглашение. 70% многодетных россиян – это семьи с тремя детьми. Однако встречаются и пять детишек, и одиннадцать, как у Тихоновых. Разумеется, все они рожали детей не ради родительской славы и не для получения материальных благ. Но поддержка со стороны государства все равно не бывает лишней. Сегодня в Чувашии кроме материнского капитала за третьего и последующего ребенка родителям выдают еще один сертификат на 100 тысяч рублей. Более 4 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату – около 7 тысяч рублей. Впрочем, немало возникает и вопросов, которые только деньгами не решить. Вот сейчас лето, и хотелось бы, чтобы дети инвалидов побольше отдыхали в здравоохранительных елях или репетиционных центрах. На встрече обсудили и проблемы обеспечения многодетных земельными участками. В Чебоксарах, к примеру, очень сложно со свободными территориями, но городские власти ищут различные пути. Сегодня 3 тысячи многодетных семей республики уже имеют земельные участки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.